Также еще один координатор Архнадзор Рустам Рахматолин. Здравствуйте, расскажите, какую историческую ценность и культурную представляют те здания, которые мы вот сейчас сносятся и которым пройти мы не можем. Это ансамбль доходного дома Михайлова, Миховчика Михайлова. В одном из строений во дворе был даже холодильник. Главный дом является памятником. Автор этой архитектуры выдающийся архитектор Адольф Эриксон. Это такой египетский модерн. Но, по нашему мнению, все здания комплекса заслуживали бы охранного статуса. Этот дом поставлен на охрану еще при Лужкове, в конце его правления. Образовался в начале 20 века такой замечательный городок со своими внутренними улицами, которые проходят между несколькими строениями. Здесь около восьми строений. И вот все они, кроме уличного, не стали памятниками и находятся под угрозой. Смысл здесь тайный, но, в общем, очень простой в том, что есть застройщик. У него название «Ингеоцентр» или «Ингеокомп», который более 20 лет проводит этот проект. Пытается его реализовать со сносом дворовых строений. Основной мотив, когда мы доходим в разговоре до сути, очень прост. Подземные парковки существует норматив, утвержденный правительством Москвы, утвержденный уже довольно давно, по которому для нежилых помещений существует норматив парковочных мест, превышающий норматив для жилых помещений. И поскольку здесь теперь проектируются офисные центры или апартаменты, то действует вот этот чудовищный норматив. Этот же норматив был главным основанием для сноса домов Привалова несколько дней назад. Это предыдущая нашумевшая история. То есть, если говорить обобщенно, то правительство Москвы должно было бы, наконец, задуматься о том, что норматив парковочных мест уничтожает историческую среду. Совершенно непонятно, почему нужно, например, реконструировать со сносом эти строения, а не просто ремонтировать их и заселять туда эти самые улицы. Ну, кстати, многие люди, люди, которые проходят вот здесь, по Большой Дмитровке, говорят о том, что, ну, вот сейчас вот эти новые здания зачем-то ломать. Люди, очень многие, не понимают вот этой логики. А чем официально объясняют? Я слышал какими-то не только нормативами по парковке, но и по пожарной охране. Они ссылаются, конечно, и на требования МИЧС, пожарных, о ширине пожарных проездов. Но ведь требования пожарных, они тотальные. Например, по требованиям пожарных в домах не должно быть деревянных перекрытий. Это что, причина сломать весь старый город? Да, все-таки презумпция невиновности старого города существует. А пожелание МИЧС в данном случае – это пожелание. Рустам, расскажите еще о том, кто этот человек в костюме, который приехал сейчас к вот этому дому. Почему кого-то он пропускает, а кого-то нет? Я знаю его как юриста, представителя застройщика и вот такого участника переговоров с людьми, которые приходят здесь на улицу и во двор. Ни к чему эти переговоры не приводят, но являются таким контактным лицом. Понятно ли о том, какая сейчас деятельность ведется там, за тем забором, за который нас не пропускают? Насколько вообще уже снесены вот эти строения? Мы представляем это, потому что и в главном здании, и в соседних владениях есть окна, и возможно, отсюда посмотреть. Одно из строений, строение 5, которое сносилось уже вчера, разрушено очень значительно. Еще одно начали разрушать сегодня. Здесь, скорее всего, действует тактика понаткусывания, потому что в условиях, когда поднялся общественный шум, информационная волна, они, вероятно, торопятся повредить каждое строение. Причем надо понимать, что в строении 2, например, еще находится паспортный столб, и еще в одном строении находится один из институтов дополнительного образования. То есть даже не все арендаторы съехали из этого двора, когда застройщик уже начал сносные работы. И, как вы знаете, вторая причина собрания людей здесь на улице просто в том, что люди не могут пройти, в частности, в этот паспортный столб. Так что здесь уже смешались градозащитные и просто социальные проблемы. Спасибо вам большое. Это был Рустам Рахматуллин. Мы находимся вот здесь, на Большой Дмитровке, дом 9, где продолжается снос зданий, как говорят защитники города. Они абсолютно незаконны. Кстати, в ближайшее время они надеются получить от властей бумагу, которые говорят о том, что сносить эти здания нельзя. Однако это может быть уже поздно, поскольку, как вы слышали, вот такая тактика надкусывания зданий для того, чтобы впоследствии они были уже непригодны для эксплуатации, и последующие в их разрушении все-таки здесь применяются. Тихон. Спасибо, мой коллега Владимир Роменский, о том, как на улице Большая Дмитровка в Москве уничтожают очередные исторические здания. На этот раз для того, чтобы построить подземные парковки, которых будет больше, чем людей, которые живут в этом районе.